Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Действительно, очень большая проблема. Несанкционированные свалки, особенно на территориях лесфонда. В лесах ликвидируют несанкционированные свалки. На 14 апреля 2022 года было осуществлено ни одного выезда на тушение травы. В этом году уже 28 раз выезжали. В Подмосковье начался пожароопасный сезон. К людям быть ближе, слышать друг друга, всегда реагировать на те трудности, либо наоборот хорошие идеи. В 16-й гимназии провели урок по местному самоуправлению. Я выбрала этот вид спорта, потому что тут ты умеешь защищаться, ты учишься всему самому хорошему. Во дворце спорта состоялся детско-юношеский фестиваль «Тэквондо». А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Итоги работы за отчетный период подвели руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Подробности далее. 2800 обращений граждан поступило в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое. За прошедшую неделю стражами порядка возбуждено 38 уголовных дел. 34 преступления раскрыто по горячим следам. Межмуниципальное управление Люберецкое работало и продолжает работать в усиленном варианте несения службы в связи с тем, что предстоящие праздники, предстоящие выходные, которые будут проходить, и также была пасхальная воскресенье, Красная горка. Представители управления благоустройства и ЖКХ отчитались об итогах общеобластного субботника. В массовой уборке приняли участие более 43 тысяч жителей городского округа и 175 единиц спецтехники и средств малой механизации. Выполнены работы на общей площади более 2 миллионов 400 тысяч метров квадратных. Всего собрано мусора порядка 22 тысяч 250 метров кубических, что соотносимо примерно со 185 железнодорожными вагонами. Также в рамках субботника на придомовых территориях производилась высадка зелёных насаждений. Всего мы за этот период уже высадили 470 деревьев, кустарников. Участники совещания выслушали доклады по уборке и содержанию дорог. В городском округе Люберцы началась первая волна ремонта автомобильных магистралей. В неё вошло 14 участков. Общая площадь ремонта составит 45 тысяч метров квадратных. Адреса все представлены у нас на сайте городского округа Люберцы. По завершению первой волны начнутся работы на автодорогах, вошедших во вторую волну. Это 9 дорог общей площадью более 61 тысячи метров квадратных. Рассмотрели вопросы, связанные с безопасностью на объектах дорожной инфраструктуры. В преддверии летних каникул глава городского округа Люберцы поручил управлению образованием провести профилактические беседы с детьми, разъяснить правила поведения на ЖД, путях и проезжей части. Территория вокруг водоёма закрыта для прогулок с 3 апреля, но временные неудобства того стоят. После проведённых работ здесь будет совершенно другая картина. Новое дорожное покрытие, газон, площадка для выгула собак, детская игровая зона. Для комфортного отдыха, лавочки, урны и освещение. Сейчас мы выполняем планировку территории для подготовки уже и разбивки непосредственно для дорожек устройства каменной плитки. Сейчас у нас порядка 15 человек, включая механизаторов. То есть работа идёт полным ходом в соответствии с графиком производства работы. Проектом предусмотрено и озеленение территории. Вокруг пруда высадят 35 декоративных деревьев и кустарников, таких как клен, сирень, ива и многие другие. На самом водоёме строители никакие работы проводить не будут. Только что поступило предложение дополнительно контроль взять ситуацию с нашими отдыхающими, не совсем, как президент говорит, социально ориентированными. Да, это важно, потому что тут все самые первые будут заняты, самые главные. Все заняты с этой реконструкцией. О чём мы договорились и как мы на других площадках решаем этот вопрос. Первым, здесь будет заведена система «Безопасный город», которая включена будет в общую систему контроля города. Это уже другой уровень, как только такие персонажи появляются, полиция реагирует. Преображение этого участка проводят в рамках комплексного благоустройства станции МЦД-3 «Ухтомская». Завершение работ намечено на 1 сентября этого года. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В посёлке Октябрьский приступили к благоустройству парка «Лесная опушка». Спецтехнику уже завезли, место проведения земельных работ огородили. Начало первого этапа благоустройства проинспектировал Владимир Волков. У нас сейчас осталось только прокопать вот это. Это от 60 лет победы, которая идёт. А мне не прокопали. Завтра начнём. Благоустройство начали две недели назад. Сейчас продолжаются работы по расчистке лесной территории от мусора, валежника и сухостоя. Рабочие приступили к пешеходно-тропиночной сети и велолыжной трассе. Идёт выемка грунта, вывоз его. Затем будут проводиться работы по обратной засыпке, сыпучими материалами. Так как территория является лесопарковой, плечного покрытия не будет. Это будет уплотнённый грунт и пешеходно-тропиночная сеть. Это будут дорожки из отсева. Общая протяжённость дорожек составит около 20 тысяч квадратных метров. Песок и грунт завезён. Благоустройство проведут с максимальным сохранением природного ландшафта. Внимательно будем следить за ходом проведения работ, так как эта территория, эта парковая зона должна открыться уже в сентябре месяце. Подрядчик заказал малые архитектурные формы, их будет много. Монтаж их уже происходит, потому что они индивидуально разрабатываются под проект, который был согласован по этой спортивно-рекреационной зоне. Работы по благоустройству лесной опушки завершат к началу сентября. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе приступили к ликвидации стихийных свалок в лесном массиве. Первые навалы мусора уже убрали и вывезли на полигон. Какая ответственность предусмотрена для нарушителей, узнал Богдан Колесников. На территории Малаховского участкового лесничества рейд проводят совместно с сотрудниками Люберецкой администрации. В ходе инспектирования выявлены навалы бытового и строительного мусора в лесной полосе рядом с деревней Лукьяновка. Действительно очень большая проблема несанкционированы свалки, особенно на территориях лесфонда. В прошлом году была ликвидирована 41 свалка. Общий объем вывезенного мусора достигал 1088 кубических метров. Динамика пошла на снижение по количеству свалок. То есть если по прошлому году, на конец апреля у меня было зафиксировано на нашем округе порядка 12 свалок, то в этом году это вот первая свалка. Нам администрация скидывает заявки и по заявкам убираем. Что-то идет на сортировку, что-то на полигон Тимохова вывозится, что-то на полораму. Ну то есть все по фракциям делится и распределяется. Помимо фотоловушек, которые фиксируют нарушителей выбрасывающих мусор в лесу, управлению по охране окружающей среды и лесным инспекторам помогают жители. Когда вы гуляете и увидели, что едет машина с мусором, пожалуйста, фиксируйте номера этих машин, отсылайте в управление нашей экологией. Только сами жители могут полностью проконтролировать, сколько мусора выбрасывают, где выбрасывают, и оперативно об этом уже доложить. Второй год я наблюдаю, как у нас очень активная администрация выводит мусорные свалки из леса. Мы очень благодарны, что такая программа в Московской области появилась. Навалы строительного мусора рабочие убрали в течение часа и приступили к следующей точке, которая находилась в нескольких метрах. Лесники напоминают, при несоблюдении правил пожарной и санитарной безопасности в лесах нарушитель привлекается к административной ответственности. Нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей на гражданских лиц и по нарастающей на юридические лица. Может быть наложен штраф от 250 тысяч рублей. Обе свалки в лесополосе рядом с Лукьяновкой ликвидировали за несколько часов. Общий объем мусора составил около 10 кубов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Пожароопасный период набирает обороты. Профильные службы вынуждены работать в режиме повышенной готовности. Одна из главных причин возникновения возгораний – весенний пал травы. Несмотря на многочисленные предупреждения от МЧС и экологов, некоторые граждане продолжают поджигать сухую траву, а потом не могут усмирить разбушевавшееся пламя. Комитет лесного хозяйства Московской области предупреждает о третьем классе пожарной опасности на территории региона. С наступлением теплой погоды люди все чаще проводят время на природе. Дачники приводят в порядок придомовую территорию, убирают и жгут прошлогоднюю листву, готовят шашлыки. Причина каждого третьего пожара – неосторожное обращение с огнём. На 14 апреля 2022 года было осуществлено ни одного выезда на тушение травы. В этом году уже 28 раз выезжали. Люди вместо того, чтобы осуществлять уборку территории своевременно по осени, не сжигая траву, а просто её утилизируя, складывая в определённой точке. Оставляют на весну, весной поджигают. Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Люберцы регулярно проводят рейды и выявляют нарушителей. С 1 марта в России вступили в силу поправки в правила противопожарного режима. Они устанавливают новые требования к размещению мангалов и сжиганию мусора на участках. Минимальное расстояние открытого огня до построек уменьшилось и составляет 15 метров. В случае разведения огня в закрытых ёмкостях, металлических бочках, допускается разведение огня на расстоянии не менее 7,5 метров от строения. Мангал теперь разрешено устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от любых построек. Нарушителей привлекают к административной ответственности и обязуют оплатить штраф в размере от 5 до 400 тысяч рублей. Госинспекторы напоминают, в случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нём по номеру горячей линии лесоохраны или по телефону 112. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 30 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники одной из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования пожарной охраны. В преддверии этой даты в арсенале люберецких огнеборцев появилось новое техническое вооружение. Сегодня действующий состав Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона в парадной форме. Каждый год в конце апреля они принимают поздравления и слова благодарности за ежедневные подвиги, которые для них являются обычной работой. Благодаря такой слаженной работе, конечно, и наши граждане, и наши руководители предприятий, все мы спокойно работаем и спокойно спим. Поэтому спасибо за службу, только здоровья, благополучия, всего самого доброго. Но работа спасателей невозможна без надежной техники и подручных средств. В помощь сотрудникам пожарной охраны новые минимойки высокого давления и пожарно-техническое вооружение, ранцевые огнетушители, пожарные рукава и колонки. Пожарно-техническое вооружение имеет свойство приходить в негодность. Конечно, любая помощь, любая поддержка необходима для поддержания боеготовности пожарно-спасательных подразделений. Тот же ранцевый огнетушитель, та же лопата, тот же пожарный рукав имеет самое непосредственное значение при тушении либо при ликвидации любой чрезвычайной ситуации. В праздничный день люберецкие огнеборцы получили не только новую технику, но и новые звания. Также ряд сотрудников пожарной охраны отметили почётными грамотами главы городского округа Люберцы. На её плечах держится работа всей службы. Она незаменимый сотрудник и душа коллектива. Секретарь Люберецкой ГИБДД Надежда Ашнина принимает поздравления с юбилеем. О работе в органах внутренних дел женщина посвятила почти 50 лет и по сей день продолжает свой трудовой путь. С именинницей познакомилась моя коллега Луиза Егия-Зарян. Добрый день. Вопрос какой у вас? Хорошо. Перезвоните. 501-13-38. Пожалуйста. Путеводитель отдела Люберецкой госавтоинспекции. Всё подскажет, объяснит и успокоит даже самого эмоционального посетителя. Коллеги называют Надежду Ашнину главным штатным психологом. К ней можно прийти не только для того, чтобы поставить печать на документы, но и поговорить по душам. Нам с ней очень легко. Её мудрость, опыт, обаяние, красота, умение работать, авторитет – это всё наше лицо. Лицо нашей государственной инспекции Люберецкого района. И за это мы её очень признательны. Вся жизнь Надежды Андреевны, без преувеличения, связана с Люберецкой госавтоинспекцией. Начинала свой трудовой путь в 1975 году в первом отделе милиции. Проработав там два года, перешла в ГАИ. С тех пор место работы не меняла. Машинка была такая ручная, механическая. Я печатала на весь отдел ГАИ. Представляете, что это такое? Объём работы был большой. Сейчас они все сами, у всех компьютеров они все сами делают. А раньше всё я наделала. И горы этих писем отправляла. Горы. А сейчас уже меньше и лучше, и быстрее всё. На какой-то другой работе Надежда Ашнина себя уже не представляет. Профессиональную верность переняла её дочь Ольга. Более 20 лет она работает в этом же отделе инспектором по исполнению административного законодательства. Я родилась, когда мама уже тут работала. И решила пойти по её стопам. Ходила в детстве на работу к маме, смотрела, как работает. Было интересно всё это наблюдать. Конечно, она является для меня примером для подражания. Примером для подражания она является не только для дочери, но и для всего женского коллектива ГИБДД. Честно вам признаюсь, ни разу я не видела без макияжа и без каблуков. У некоторых даже вызывает это некую зависть. Поэтому по-хорошему белую зависть. То есть ту доброту, обаяние, нежность, которую мы получаем в кабинете в приёмной, я думаю, что у многих этого нет. За 47 лет работы Надежды Андреевны поменялось многое. Сама служба ГИБДД – коллектив, руководствующий состав. Но одно осталось неизменным – её безграничная любовь к своему делу. У меня ещё силы есть. Я ещё поработаю. Ещё в глубокой древности существовали люди, которые составляли требования к первым письменам. Как они назывались в то время, неизвестно, но точно не редакторы. Но ответственность на них лежала огромная. Сегодня на плечах редакторов лежит задача не только по созданию качественного медиапродукта, но и руководство коллективом. Без таких специалистов не обходится ни одно средство массовой информации. – Здравствуйте, коллеги! Как рабочий процесс? Приветствую! – Здравствуйте! – Да, всё хорошо? – Приветствую, Богдан! – Приветствую! – Ну, отлично, хорошо. Настроение всё в порядке? – Как всегда, наоборот. – Отлично, хорошо. Всё, сейчас пообщаемся в рабочем режиме. Спасибо. Эти слова каждое утро слышат все сотрудники ЛРТ. С них начинает свой рабочий день главный редактор телеканала Александр Растошонок. Ему важна каждая деталь. Проходит ли телевизионный сигнал? Работают ли монтажёры? Готов ли к трансляции контент? А самое главное – каков настрой коллектива? – Здесь работают потрясающе талантливые, интересные, очень творческие люди, коллективы, которые хотят работать, в которых огонь в глазах. Это меня очень сильно в приятном смысле удивило. И очень хочется как-то здесь продолжать эту историю. Александр Растошонок со студенческих лет знает телевизионную кухню изнутри. Он работал и в кадре, и на монтаже, и сам снимал сюжеты. У меня была авторская программа о кино. Достаточно успешная программа, которую мы сделали. Вообще новый формат в этой программе. То есть нам как-то не делать. Всё какое-то молодёжное такое было, новое движение. Очень интересно. Вот. Ну, как-то так, да. Потом в связи с этим я, собственно, собирался поступать на факультет журналистики в ГУ. Но случилось в моей жизни то, что случилось уже дальше. А случилось «Фабрика звёзд». 20 лет назад Александр стал участником музыкального реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей. Два с половиной месяца насыщенной творческой жизни, занятия с педагогами по вокалу, танцам и сценической речи дали свои результаты. «Фабрика звёзд» — это всё равно так или иначе проект искусственный. Я к нему очень хорошо отношусь. Большинство из нас вряд ли бы встретились с творческой жизнью, потому что очень много, очень вразные мы, в общем. Возможно, когда-нибудь, когда будет 30-летие «Фабрики звёзд», может быть, какой-то эксперимент такой и проведём. Группа «Корни», в составе которой была «Сташонок», стала победителем первого проекта «Фабрики». В коллективе Александров проработал 8 лет. Потом стал заниматься музыкальным продюсированием и нашёл свою нишу в кино. В начале года артиста пригласили возглавить в округе Дворец культуры. За три месяца он успел создать в Люберцах репертуарный театр. Теперь планирует организовать детскую киношколу. Мы сейчас активно ведём переговоры с ребятами, которые это делают, очень профессионально, очень круто. Они мне сказали, что к сентябрю уже они планируют эту историю запустить, потому что им самим это очень интересно. Просто для того, чтобы это запустить, это огромный пласт работы нужно проделать. Творческой в первую очередь, чтобы создать какое-то новое направление, создать какую-то программу действий. При содействии Асташонка в конце апреля в Доме офицеров открывает двери школа диджеев. А неделю назад Александру предложили стать главным редактором телеканала ЛРТ. Когда поступило это предложение, я сразу понял, у меня все пазлы сложились. Оказывается, можно всё вместе, это всё как-то историю и телевидение, и культуру, всё вместе объединить. Как главный редактор на телевидении и как художественный руководитель ДК, я обладаю всей полнотой вот этой информации. И можно создать из этого что-то очень крутое, чтобы весь информационный поток, он происходил какой-то хороший творческий такой обмен. Общий язык с сотрудниками Люберецкого телевидения найден сразу. Потрясающий коллектив, мне так здесь нравятся вообще все весёлые, дружные и какие-то лёгкие такие. Вот это мне очень близко. Я сразу понимаю, что я в своей среде на телевидении. Я посмотрел всю эфирную сетку и сразу сложилось впечатление и понимание того, что куда можно двинуться дальше. Есть в планах какая-то история с ток-шоу, с музыкальными шоу, с утренними эфирами какими-то интересными, полезными. По словам Александра, с первых дней работы на Люберецком телевидении он с головой погрузился в творческий процесс. Главное – поддержка коллег и единомышленников. Себе пожелаю сил творческих и физических, потому что такая двойная работа, конечно, потребует очень большой концентрации, очень большой энергии и я очень надеюсь на помощь коллективов, конечно, потому что кто мы без коллектива? Руководители, ну кто? Поэтому будем вместе работать и творить что-то интересное. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло отчётно-выборное собрание местного отделения Союза журналистов России. Представители СМИ городского округа подвели итоги проделанной работы, избрали нового председателя и обсудили ряд актуальных вопросов. Тему продолжит наш корреспондент. За последние 10 лет представители Люберецкого отделения Союза журналистов России проделали большую работу. За это время в ряды сообщества вступили 35 человек. Сегодня в состав общественной организации входит 50 действующих и бывших сотрудников СМИ. Каждый из них вносит весомый вклад в развитие и сохранение информационных изданий. Благодаря Подмосковному Союзу Наталье Александровне Чернышеву лично как бы мы за это время 10 федеральных наград оформили, которые позволили стать ветеранами труда нашим членам. Мы гордимся тем, что в составе нынешнего отделения у нас два почётных гражданина Люберецкого округа. Это вот Галина Ивановна Талалаева, Шестаков Андрей Михайлович. Можно посчитать мероприятия. Вот сколько сделано, сколько там проведено всего. Но очень трудно количественно измерить такую вещь, как среда. А у вас вы сформировали среду. Вот в этой среде люди с опытом, я уверена, как-то очень дружелюбно относятся к людям молодым. Люди молодые чувствуют и понимают, что это авторитетные люди, которые в профессии много лет и много сделали. В повестке дня подготовка к 400-летию Люберец и 14-й медианедели. В то же время представители сообщества поделились с коллегами своими профессиональными успехами и планами. Что касается югоров, то есть у нас уже есть действующие курсы для дивизионщиков юных. У нас сейчас старшеклассники проходят активно эти курсы. Летом, скорее всего, мы планируем открытие кружок еженедельного посещения для детей, возможно, разных возрастов. На встрече избрали председателя Люберецкого отделения Союза журналистов России. Единогласным решением руководителем сообщества повторно стал Рустам Хансферов. Он возглавляет общественную организацию с 2012 года. Луиза Игия, Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В поселке Томилино работает научно-производственное предприятие «Элтом». Оно образовано приказом Министерства радиотехнической промышленности в 1956 году. На этой площадке впервые в СССР были разработаны и освоены в серийном производстве интегральные микросхемы и СВЧ-диоды. Чем живет компания, сегодня узнала наша съемочная группа. «Элтом» расшифровывается как «Электроника Томилина». Можно с уверенностью сказать, что здесь началась история отечественной электронной промышленности. Год за годом предприятие расширяло свои возможности и сегодня по праву считается одним из лидеров в своей отрасли. «Предприятие на сегодняшний день очень востребовано, потому что выпускает микроэлектронику, очень востребована наша обороноспособность и модули вторичного электропитания. Она используется в Росателе, используется в Роскосмосе, используется во всех средствах поражения. Предприятия такие стратегические – «Алмаз Антей», «Алмаз», «Крет», «Вертолеты России», «Авиационная корпорация», «Предприятие Ростеха», «Предприятие оборонной промышленности». «Микроэлектроника» – сердце любой высокоточной аппаратуры. Сегодня она необходима как никогда. Чтобы справиться с высокой нагрузкой, предприятие работает в три смены. В штате сотрудников 250 человек. Это опытные физики, конструкторы и научные исследователи. Замечательное предприятие. Оно современное. В технологическом плане оно, я оцениваю, соответствует, по сути, мировым стандартам в плане производства электроники. Я уверен, в этом предприятии есть большое будущее. Останавливаться на достигнутом руководство научно-производственного предприятия не намерено. Стратегический план развития компании разработан на 10 лет вперёд. Уиза Игазарян, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. В округе более четверти века работает компания по производству промышленных насосов. С рабочим визитом посетил предприятие Владимир Волков. Глава округа ознакомился с производственным процессом и пообщался с сотрудниками. На месте работали мои коллеги. От циркуляционных насосов для перекачивания чистой воды, источных масс в системах канализации, до устройств, которые используются для подъёма воды из скважин на поверхность. Перед началом сборки – подгонка деталей и их покраска. Геннадий Лепницкий трудится на предприятии почти 10 лет. За день собирает несколько насосов разных модификаций. Насосы производят из нержавеющих стали и титана, поэтому востребованы не только в коммунальной сфере, но и в промышленности. Их используют для перекачки масел, нефтепродуктов, откачки газов и паров. Детали для насосов изготавливают на отечественных литейных предприятиях, что особенно важно в условиях санкций. Уникальный коллектив инженеров, которые организовали это производство более 25 лет назад, даёт очень серьёзный результат за дел прочности. И приятно слышать и знать от наших коллег, от разного рода предприятий, строительных компаний, которые используют оборудование и, самое главное, отзываются о нём как самым надёжным. Надёжнее, чем западные аналоги. В 2015 году на заводе освоили выпуск новых типов насосов, предназначенных для перекачивания химически активных жидкостей. По словам генерального директора предприятия, производственные мощности будут увеличены. За прошлый год инвестиции в новое оборудование у нас составили порядка 30 миллионов рублей. Этим летом мы планируем подвести в тёплый контур новое производственное здание площадью 800 квадратных метров. В год здесь выпускают около 1600 ососов разного назначения. Они используются на предприятиях в России, Казахстане и Республике Беларусь. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На территории индустриального парка Малаховский находится предприятие, на котором разрабатывают и производят газопламенное оборудование для систем хранения, редуцирования и распределения технических и медицинских газов. Продукция пользуется большим спросом в разных отраслях промышленности. В чём уникальность этих изделий, узнаем в сюжете. Предприятие с полным производственным циклом. Сырьё поставляется с Кольчугинского завода цветных металлов. Латунные и медные прутки разрезают до нужных размеров и отправляют на изготовление деталей редукторов, оборудование для систем хранения сжатого воздуха, распределения и контроля различных газов. С 2012 года инженеры предприятия получили около 10 патентов на изобретение. Регулятор давления на большой расход, который в ковид как раз помогал бороться. Смеситель для газов, в принципе, до сих пор мы его делаем. Его используют многие заводы, смешивают углекислый газ и аргон. Тоже хорошее изделие. Потом для атомной станции специальное устройство делали, которое защищает от взрыва. Таких предприятий в стране абсолютно точно не больше, чем пальцев на одной руке. Конечно, компании желаем развития, чтобы появлялись новые образцы оборудования, так как они уникальны и благодаря таким компаниям мы всегда будем не зависеть от любого рода санкций. На заводе «Резгор» выпускают более 5000 единиц продукции в год. Изделия поставляются на крупнейшие промышленные предприятия страны, в медицину, оборонную промышленность и МЧС. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В центре Люберец прошел митинг, посвященный 37-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Участвовали представители администрации, депутаты, члены общественных организаций и молодежь. У памятного знака, установленного на Куракинской улице, в полдень стали собираться люди. Алексей Майоров попал в Чернобыль в октябре 1986-го и проработал в зоне отчуждения два месяца. Пол первого ночи принесли повестку, явиться к восьми утра в военкомат, и все прошел комиссию, и все забрали туда. Сначала, как говорится, трубы мыли, начиная от маленьких, кончая большими, а потом попал химиком работать. Ходил с прибором, проверял всех остальных на зараженности. Память тех, кто не дожил до сегодняшних дней, почтили минуты молчания и возложили цветы. В почетном карауле ученики кадетской школы. Сегодня, как никогда, патриотическое воспитание стоит во главе угла, безусловно. Каждый год в эти дни мы встречаемся с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. И ребята задают вопросы, а эти герои рассказывают действительно о тех событиях. И очень важно, чтобы такое больше никогда не повторилось. В борьбе с последствиями Чернобыльской катастрофы участвовали более 500 люберчан. Сегодня в округе проживают 250 ликвидаторов. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В этом году отметили важнейшую дату в истории страны. 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Победа в Сталинградской битве стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. В память об этом событии люберчане высадили Каштановую аллею. На территории 51-й школы ребята посадили каштаны, которые сами вырастили семян, привезенных осенью с Волгоградской земли. Каждое дерево станет олицетворением памяти тех, кто отдавал свою жизнь за мирное небо. Мой прадедушка в 1942 году его отправили на обучение в 117-й полк. И потом через два месяца его отправили на войну. Он служил пехотинцам и их постарали за языком в немецкий консулагерь. Они взяли языка, на них потом высадил снайпер. Моего дедушку уранили в живот. 80 лет Сталинградской битвы в феврале было. 2 февраля страна весь мир отметил. И вот каштанчик, как свеча памяти. Как долгая-долгая память и благодарность. Да, дорогие мои? Да, да. Да здравствует победа. С Богом. Вместе со школьниками в акции приняли участие ветераны. Когда началась Великая Отечественная, Зинаиде Добычиной было всего 4 года. Но память о войне до сих пор тревожит ее душу. Мне дай бог это повторилось. Мы готовы все сделать, чтобы этого не было. И вся надежда на нашу молодежь, чтобы они не допустили этой страшной войны. Мы очень давно готовились к этой акции, чтобы каштаны посадить. Спасибо, что организовали, что имеем возможность мы посадить эти деревья на память. Дети должны помнить то, что происходило и ради чего, собственно говоря, были отданы жизни наших предков. Вот оно, наше будущее поколение. Ребята будут расти вместе с нашей аллеей. Вместе с нашей аллеей памяти. Это не первая акция, в которой участвуют ученики 51-й школы. На территории образовательного учреждения уже есть кленовая, липовая и березовая аллеи в память о героях Великой Отечественной войны. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Центральной библиотеке имени Есенина открылась выставка экспонатов из частной коллекции студента Артема Шарапова. На протяжении нескольких лет молодой человек собирает предметы, отражающие историю нашей страны. Подробности далее. Этот старинный патефон Артему Шарапову подарил его преподаватель. В свою первую выставку студент Государственного академического университета гуманитарных наук провел в стенах своего вуза. Теперь при поддержке молодежного парламента городского округа Люберцы презентовал коллекцию экспонатов в Есенинской библиотеке. Здесь представлены старые вещи, которые в разных промежутках времени были в обиходе. Сейчас это, соответственно, история. И я организовал эту выставку, чтобы, условно говоря, в хронологическом порядке показать все вещи, которые были в основном в ходу у нашего народа, у наших людей. Экспонаты затрагивают период начала 20 века советского времени 90-х и нулевых. Большинство предметов заслуживает место в Краеведческом музее. Часть из них досталась Артему от бабушек и дедушек. Печатная машинка, вот она у деда была, я на ней печатал. Бинокль, например, вот всю жизнь с детства помню, это вообще бабушкин. Все вещи доставались мне, честно говоря, по-разному. Вот, что-то покупала я, что-то дарили, вот, что-то, честно вам признаюсь, на помойках находил, отмывал потом. Выставка уникальных предметов приурочена ко Дню Победы. Она продлится до 10 мая. В конце апреля в России отмечают День местного самоуправления. Это один из самых молодых государственных праздников в нашей стране. Он установлен указом президента России в 2012 году. В городском округе Люберцы в честь этой даты прошли тематические встречи и образовательные мероприятия. Одной из площадок стала 16-я гимназия. Тема сегодняшнего урока по обществознанию – местное самоуправление. Школьников разделили на четыре группы. У каждой одно и то же задание, но на разную тематику. Учащимся 11-х классов необходимо подготовить проекты по образованию, здравоохранению, культуре и благоустройству. Ребята предлагают свои варианты, как улучшить эти сферы в городском округе Люберцы. Наша задача была создать проект, который связан как-то с темой образования. Мы решили в наш проект внедрить технологии, то есть 3D-технологии, какие-то VR-проекты, которые могут помочь именно погружаться в практику, чтобы больше было практических аспектов в обучении. С предложениями школьников ознакомился глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Вместе со своими коллегами и представителями управления образованием он посетил их урок, а заодно и объяснил, в чем заключается работа органов местного самоуправления. К людям быть ближе, слышать друг друга, всегда реагировать на те трудности, либо наоборот хорошие идеи. Образование, обслуживание городов, система ЖКХ, транспорт, безопасность – все это интегрировано в эту серьезно большую работу. По каждому из своих проектов воспитанники 16-й гимназии подготовили презентации. Участники всех команд получили за этот урок высокие оценки, как со стороны учителя, так и почетных гостей. Студенты из Люберец и соседних городских округов проверили свои знания в области политологии. Они приняли участие в интеллектуальной игре «День выборов», организованной представителями молодежного парламента. Подробности далее. Какой политический принцип предполагает баланс политических сил? Разделение. Разделение. Опять все молодцы. Один вопрос и четыре варианта ответа. Задача участников – выбрать верный. В первом раунде интеллектуальной игры – 10 заданий. Далее командам предстоит раскрыть термины и презентовать свою предвыборную кампанию. Помимо того, что теоретические знания сегодня будем проверять, также будем смотреть, как они уже умеют, чем они научились в связи с работой в молодежном парламенте, как продвигать свои некоторые инициативы. В интеллектуальной игре принимают участие четыре команды – люберецкие молодогвардейцы, воспитанники кадетской школы, а также студенты из Жуковского и Держинского. Мероприятие приурочено ко дню российского парламентаризма, которое отмечается 27 апреля. Когда ребята отвечают правильно на вопросы, по первому туру я понял, что на абсолютное большинство вопросов ребята ответили правильно. Есть, конечно, моменты, но они всегда есть, которые требуют дообразованности, или получения тех знаний, которые они не получили, потому что эти вопросы достаточно специфические были. После двух раундов игры участниками-гостям раздали бюллетени и предложили проголосовать за лучшую команду. По результатам выборов и количеству заработанных баллов победителем стала молодая гвардия «Единой России» городского округа Люберцы. Более 500 добровольцев со всего Подмосковья встретились в Люберцах на Большом волонтёрском форуме. Подобные по масштабу мероприятия проводятся впервые и приурочено к 400-летию Люберец. О работе волонтёрских организаций и о насущных вопросах в нашем следующем сюжете. В фойе Дворца спорта «Триумф» развернулись демонстрационные волонтёрские площадки. Волонтёры-спасатели, волонтёры-экологи, волонтёры-медики. Направления в добровольческой деятельности самые разные. Среди них и четвероногие помощники из ГАВ-команды. «Это организация добровольцев. Нам один год. В этом году исполнилось мы. Делаем досуговые мероприятия с собаками для детей с ОВЗ, для онкогостиницы «Добрый дом». Мы их посещали несколько раз. И хосписы. Пациенты всегда меняются, пациенты всегда разные. Кто-то хорошо реагирует, кто-то в тяжёлом состоянии, конечно, он не особо готов общаться. Но тем не менее, даже когда просто собака подойдёт и понюхает, не подойдёт, а мы на кровать сажаем, и собачка просто нюхает даже руку человека. У него уже улыбка на лице. Несмотря на небольшой срок с момента образования, ГАВ-команда стала популярной и активно развивается. Ждёт пополнения своих рядов. Кстати, на форуме добровольческие движения активно пополнялись. Заявку можно было подать прямо на месте. А те, кто сделал это заранее, получили волонтёрские книжки. Сегодня вот по району площадки, которые были представлены, я для себя отметил, что был бы, конечно, я с вами одного возраста, я бы обназначен подобрал то направление, которое было бы интересно мне. Но возраст не помеха, доказали серебряные волонтёры. Это совершенно новый кластер муниципалитета, объединяющий поколения. Сегодня в городском округе действует около 40 волонтёрских ячеек на базе образовательных организаций, а также ячейки добровольческих движений «Волонтёры Победы» и «Волонтёры Подмосковья». Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Дети и взрослые, мечтающие освоить навыки работы диск с жакея, теперь могут воплотить свою мечту в реальность. В Доме офицеров открылся первый филиал аудиошколы «Диджея Грува». На первом занятии побывали и мы. Раз, не трогай, давай ещё раз. Два, три, плавно попробуй. Евгений Рудин 16 лет назад открыл в Москве свою аудиошколу. За эти годы её окончили сотни людей, для которых музыка стала неотъемлемой частью жизни. Теперь обучаться диджеингу можно и в Люберцах. «Мы те учителя, те ли учителя, которые занимаемся несколько другими знаниями от общеобразовательных школ, но в полной мере мы готовы вам предоставить все знания, все те приёмы, которые мы наработали годами, начиная от диджейской истории и заканчивая уже о том, чтобы звучать по радиостанциям и играть свою музыку». На первом занятии ребят познакомили с профессиональным диджейским оборудованием и рассказали, как диск «Жокей» чувствует музыку и работает с аудиторией. «Мне очень понравилось, тут очень здорово и очень интересно. Меня научили считать музыкальные квадраты в диджейинге». Здесь разовьют у детей и взрослых чувства ритма, научат создавать музыку в разных программах и сводить треки. «Интересен тот контингент людей, который захочет прийти и попробовать себя в роли диск-жокея или в роли музыканта. Помимо технических задач, прежде всего, главное в школе аудио – это главная творческая задача. У кого есть желание, кто будет этим заниматься, тому мы будем помогать и говорить ему, что делать дальше для того, чтобы действительно осуществить свою мечту». По словам Евгения Рудина, уже через пару месяцев будет виден первый результат. К концу образовательного курса ребята создадут свои первые треки в новом музыкальном направлении. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. «Люберцы» приняли финал первенства Московской области по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Площадкой проведения спортивных соревнований стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Люберецкий». Там работала съемочная группа нашего телеканала. Более 180 юношей и 70 девушек вышли в финал первенства Московской области. Это спортсмены со всех городских округов Подмосковья, которые неоднократно доказывали свое мастерство на различных площадках. Победа на этом турнире поднимет их еще на одну ступень выше. У нас система до 6 шлафных баллов. То есть при данной системе спортсмен имеет возможность проиграть одну встречу, однако все равно продолжить выступление и бороться за медали, даже за золотые. Возраст участников 11-12 лет. По этому возрасту у них неполный отбор. То есть первенство России проходить по этому возрасту не будет, однако это не мешает этим соревнованиям быть конкурентоспособными и демонстрировать ребятам хорошую технику и проявлять свой характер. Юные самбисты соревнуются в 20 весовых категориях. Городской округ Люберцы представляют воспитанники Федерации самбо. 14 юношей и 6 девушек прошли отбор и заслужили право выступить на этом первенстве. Ученик 28-й школы Амир Хидиров – один из них. Я занимаюсь уже 4 года. Мне пора самбо, потому что оно было и ближе всех, и очень популярно. В нем развивается хорошо техника, разнообразный вид спорта. Начиная с этого спорта можно стать чемпионом мира. Победители и призеры получат возможность выступить в составе сборной Московской области на открытом первенстве Центрального федерального округа, которое состоится 27 мая. Площадкой его проведения также станет городской округ Люберцы. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» встретились юные тэквондисты со всех Люберец. Там прошел детско-юношеский фестиваль, организованный РФСО «Спартак» в Федерации тэквондо городского округа. Это уже вторая подобная встреча, которая объединяет представителей спортивного сообщества и помогает определить лучших воспитанников. Более 150 спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет приняли участие в детско-юношеском турнире по тэквондо. Этот фестиваль – еще одна возможность показать результат усердных тренировок и завоевать первые награды. Сначала я думала, что ну все, я там мало ударил, и думала, ну все, уже третье место будет. Но потом я вырвался вперед, и главное – желание. Я выбрала этот вид спорта, потому что тут ты умеешь защищаться, ты учишься всему самому хорошему. Соревнования проходили в двух дисциплинах – гирургии, спортивной спарринги, индивидуальные выступления на электронной системе судейства «Зимита», где юные тэквондисты демонстрируют скорость и силу удара. Я являюсь еще руководителем комитета тэквондо в обществе «Спартак» в РФСО, и поэтому все вот эти детки, которые сейчас сегодня выступают и являются спортсменами нашей федерации, они также члены общества «Спартак». Все они являются юными спартаковцами. Это внутренний турнир, тут также здесь выступали дети из адаптивной группы тэквондо, и тоже показали свои определенные результаты. Вы видите, какой маленький возраст. Они начинают тренироваться с пяти лет, и некоторые участники данного соревнования показывают уже удовлетворительные результаты. Без подарков и призов не остался ни один участник фестиваля. Организаторы и спонсоры отметили старания каждого спортсмена, независимо от того, какое место он занял. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова